МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новина региона» у студии Алена Милешанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. Кто контролюет якость дикорослого урожая на наших рынках? Спёкать и восиньская прохолода, яким надвор им завешаться первая декада жнивня. Зорки белорусской эстрады супраць ветеранов футбола. Чим закончилась сустреча у Осиповичах? Отказы на гэты – питание не только у нашем выпуску. На Могилешане завершили уборку Азима Гарабсу. По оперативной информации, намала целя маль 64 с половой тысячи тонн гэты культуры. По словах аграры, у середнего урожая населета склала 20 с половой центнеров с гектару. А гэтамаль на 5 центнеров больше леташнего. У Вогулепа в области за минулые сутки комбайнеры намала целя маль 50 тысяч тонн сбожжа. В целом, по информации Абл Сельгас Хачоу, на ранницу 8-го жнивня господарки в области собрали 284 тысячи тонн сбожжовых. Убрана маль 4 площа у лидерах. По ранейшему Кировский район – 42%. Взаимодзе Бабруйский район – 38%. Дорога, за дождем у Бабруйским и Глузским районах 7-го жнивня комбайны не вышли у поля. А в Быховском районе дождь комбайнам не перешкодил выезти у поля. По информации на ранницу 8-го жнивня тут убрали 27% сбожжовых от плану, что больше за областный показчик. Свою частку у района Кировае уносит и сельгас предприемства Володарске. Наши корреспонденты познаймилися с текавым экипажем – батьки и сына, які носит однольковое имя и прозвиша. Родные знайомые давно призвычайлися. И только новички здауляются – батька Юрий Панцер и сын Юрий Панцер. Причим назвали его «Угонор деда». Цяга доруховиковых машин передалась на шаткам. Самый молодший Юрий, як говорится, вырос на комбайне. И як только отрымал водительские документы, сел за руль. По качеству уборки, по всему можете доверить? Могу. Он еще и делает комбайн. То есть вы хорошо понимаете в комбайнах? Ну да. С шести лет, когда папа первый комбайн получил все время с ним. Заработать деньги на учебу. У гэтым хлеборобчим годзе на быха ушыня стал курабили на азимы. А леурайвыконками с радостью отзначают, что на двор я дозволила посеять и вырастить и добрые яровые. Убирать есть, что и у людей настроят рымать добрую ураджайность. Если влажность, то останавливаем уборку и продолжаем комбайны становим. Площа на быха ушыня засеянная с божжевыми вялики за 20 тысяч гектаров. Задача агульная для усих. Завершись ж него до 20-го жнюня. В парке у нас 72 комбайна, поэтому вполне достаточно, чтобы можно было убрать. Но нагрузка большеватая. Больше 300 гектар на один комбайн. Но опытные комбайнеры, я думаю, мы в силах вполне убрать вовремя до 20-го числа. Батька Юрий Панцер спадеется, что сын Юрий Панцер протягнет его справу. Его будущая профессия, как раз связанная с техникой и механизмами. Працовное лето даст махшимость не только зарабить, а ле и набраться в опыта. Катярына Градницкая, Виталий Алексеенко, Новины Региона. По прогнозу синоптика, в ближайшие дни на Магилёшчине знову усталюется спякотная надворья. А это значит, что на пляжах знову будет шмат людей. По информации супрационника у Товариства вертования на воде, у спякотной дни на пляже, например, Пячерского озера, збираются до нескольких тысяч человек. В уголе на Магилёшчине истнует амаль по сотне офицейных мест у отпочинку, придатных для купания, а докладни – 47. А крымя гэтага, у в области дейничая 9 вертовальных станций и два десятки постов, які постоянно забеспечивают дяжурство вертовальнікаў на пляжах. Де таго ж на власных водосховіщах, а так само на територій оздоровленчых установ, господарыці администрацію установы самі забеспечивают дяжурство вертовальнікаў. Тому спеціалісты рекомендуюць выбирать для отпочинку толькі офицейные месцы. Гэта да поможе знизіць рызаку нещасных выпадков на воде. Дякуюча профілактичной работі і постоянному дяжурству вертовальніх служб, на офицейных пляжах, з 2015 года колькість смяротных выпадков на воде знизілася ўдвоя. А гэта важкі аргумент, каб зарабіць правільныя васновы. Вадалазы-вертовальнікі чакаюць спякотныя выходныя схваліванням. Прызіцца працаваць ваўзмоцненым рэжымі. За водаёмы, дзе адкрыты офіцыныя пляжы і ёсць вертовальнія станція, кажыць, я неспакойныя. Аднаку сёровна адпрацовываюць навыкі вертовання людзей на воде. Заходам трэніровачного процэсу назіралі нашы корэспандэнты. Прабростах званага канца Александрова на 15 метрів і вертовальнага круга на 25. Гэта га часам достаткова, каб выратаваць чалавеку жыццё. І гэта самая лёгкая з этапа увучэня. Усе аэлементы вертовальнікі выконываюць нахудкась. Куды больш складана, знайсці чалавека пад водой на адлегласті 25 метрів ад берага. Тяжело, канешна, очіць тяжело. А што самая тяжелая? Найти пояск, також транспортировка. Пострадавших. Вратавальнікі кажуть, людзі у паніце вядуть цябі непродказальна. Тому водолазам приходзіцца не тільки тягнуць на сабі потерпілага, але і шы ісупакоіваць його. Надо умець роботаць с ним. Правильно, знайсць, як правильно падайти, што б він ця теж не стал обхватаць. Тому що є такі случаи, када людзі не умеюць спасаць, плывут на помач, обхватаць вдвоєм, місць втонут. Причына трагеды на воді розна. За минулый тідзінь в обласі патанули 11 чоловік. А малюсіяны купаліся у місцях, не працасаванных для гэтага. Главна причина, конечно, в людях, в тому, що вони не соблюдають правил поведення на воді. То, що вони теряють осторожність в воді. Саме главное, виходять в тех містах, де нет організованной формы віддіха і нет спасателей. Поэтому прийти на поміч некому. Чаще всего оказываються одні. Каб не стаць ахвярами вады, вратавальнікі раюць не губляць пільнаці. Заходзіць у водаём паступовы і толькі цвя розым. І галовныя плаваць толькі там, де ёсць вратавальнія станція. Таціяна Сергійчук, Наталія Іллініш, Миколаї Собалів. Новіны регіона. Саправднае лето знову верніться на Магирёшину на гэтым тыдні. У Абул Гідрометі кажуть, на дворі ў бляжайші дні ў основным будзе вазначацца в область ў павышанага атмосфернага тиску. Так, перша декада жнюня завешацца без апаткаў. Прагнозуецца воблачная с праясненнімі на дворі. У наче іраніцца і туман. Ветер пауднёва ўсходній 4-9 метрів за сікунду. Температура па ветра ўначы плюс 10-12 градусів. У день 24-26 градусів цяпла. Так сама і ў чатвер сонічна і без апаткаў. У день будзе яшчэ цяплей. Слупок термометра пакаже плюс 24-29 градусів. А на праканцы праціону гадыдня стане пасаправдному спякотна. Аднак місцэмі на тарыторію в області прагнозуюцца прыход ў гэтай дні короткачасовых апаткаў. Махчымы на вальніцы. У начы чыкаецца да плюс 20, а вось ў день будзе навыд да плюс 32 градусаў. У сезон збору энергтовкі ягад і грыбога дляры не губляю часу. Бо зараз можна добра зарабіць. А вось за тым кап даспажывца дайшоў толькі якасны прадукт пастоянна сочыць адповідныя службы. І нагадуюць, што такі контроль махчымы толькі на офіційных рынках. Тэму працягнуць нашы крэспандэнты. У раджай шарніц ў гэтым годзі небагаты, а грыбоў хапая кажуть гандляры центрального рымка Магилёва. С товарам сюды прыезжаюць з розных кутков в області. І за сезон тут реалізуюць ў сярэдням да 10 тонн ягады грыбоў. Вы откуда привезли ягоды, грибы? Круглянский район, деревня Стаи. Скажите, а в этом году урожай хороший? Ну, неплохой. І ягоды, і грибы? І ягоды, і грибы. А прежде чем здесь торговать, вы проверяли свои ягоды, грибы? Да, конечно, вот у нас есть документ. Нельга гандліваць і без доведки про флюорографію. Покупник повинен ведаць, што нема рызыки туберкулезу. А ў лабораторі обовязково проверяць усю проведзену на рынок продукцію. Наша лабораторія производит исследование дикорастущих грибов, ягод на содержание цезия 137-го. Ну, вот мы проверяем, отбираем пробу, исследуем. Если результат у нас согласно допустимого уровня, то мы выдаём талончик, в котором мы указываем фактический результат, допустимый уровень. Что касается лично нас, то есть наших торговых объектов, то я могу гарантировать, у нас качественная продукция. Коли ж пока шикцезью у товары перевышая норму, на рынку продукт одразу утилізуюць. Проверять собранный лясный уроджай можно не только на рынку. Што дня у зональним центры гигиены и эпидемиологии, а так само при лясгасах працюць своя лаборатория. Там же можно отрымать и консультацию по карте сбору ягод тигрыбов. Тым же, кто гребует усягульными потребованиями, нагадаем про администрационную отказность. Сезон чарниц и лисишек завершается на подыходе опеньки. Рынки Могилёва готовы закупать у насильництва любую дикорослую продукцию. Худка можно будет доведаться про закупочные цены. Андрей Шуля, Калина Милюшанкова, Миколай Соболев, Новины региона. Более за тысячу акварельных аркушев и три десятки живописных работ. Такая спадшина Могилёвского мостока Миколая Лиханенки. И она трапила у музея Могилёвшины. Год тому майсток пайшоу життя и все, что заховывалось у майстерни Миколая Лиханенки, яху свояки передали у музея. Бой за две сотни мастацких творов трапили у коллекцию Могилёвского мостацкого музея. Мастацтва знавцы устешены тем, что спадшина аутара не сгубилася, ях это часом здарается с мастацкими творами и у нас час. А трапила у надзейные фонды. У нашем музее так ладзится выстава, якую мы присвятили до годовины с дня смерти Миколая Ивановича Лиханенки. И мы вырошали, что на протягу года на ведвальниках музея и гостей города мы сможем познайомить с этой великой прихожей коллекцией. На жаль, многие творы просто не датаваны и не подписаны. Я думаю, что эти творы мастак писал просто на тем чувании, тое назирание, якое отбывалося вокруг, на тех почувствиях, яке на той момент у мастака присутничали. И вот зараз мы можем побачить первую частку коллекции, это 15 акварельных аркушов, по технике выполнения, это акварель, и мы можем датавать, что это сделано за прошлые годы. Але у коллекции есть и ранние творы. Поэтому приходите в музей, на протягу года мы будем вас знайомить. Миколай Лиханенко, урадженец Крычевского района, писал цудовные краевиды родной сельской мясцовости и городские пейзажи областного центра, где жил и працавал. Так само картины Лиханенко есть теперь у сборах городской галереи, Слаухродского и Краснопольского музеев. При нам все у Краснополя теперь працюе выставы творога Мастака, яку картины стали часткой основных фонда Махилевского Мастацкого музея, яки сёння наличвая более за 5000 одинок заховывания. Гульни аматеров, ветеранов и профессионалов. Великое футбольное свято пройшло у Осиповичах. Спочатку с ветеранами Осиповского футбола сустрелася команда артистов беларуской эстрады «Арт Старс». А затем у рамках первой лиги чемпионата в Беларуси Осиповича в областном дерби сошлися с Бабруйской Белшиной. На матчах побывал и наш корреспондент Илья Соболев. Яны спевают, пишут песни, играют у театра и сдымаются в кино. С днём чыгуночника повиншовать осиповчан приехали вядомые беларуские выканауцы и актёры. Зрабить гэта артысты вырышали незвычайным чыном. Замец звыклой сцены – футбольное поле. А у оппонентах артыстов – сборная ветеранов осиповицкого футбола. Главное, что есть энергия, есть посыл, есть желание. А тем более в таких товарищеских матчах это всегда приятно, потому что не важно забить, главное поиграть в футбол, показать, что даже в таком возрасте, я не имею себя в виду, а вообще рабочие, администрация, играют, дружат в футбол, и это замечательно. Давно уже не активал форму, и поэтому, конечно, немножко сказывается уже возраст. Но всё же, почувствовать эту атмосферу, побыть в составе команды, почувствовать, поверьте, это здорово. У выигрыша застались а усе, а у першую чергу – болельщики. У складе осиповчан вышли шерох футболистов той самой легендарной команды, якая у конца 90-х трапила у высшейшую лигу чемпионату Беларуси. Игроки «Артстарс» так само добра знаём у мясцовой публицы. За артыстов выступали вядомые музыканты – Сергей Минске, Дмитрий Смольске и иншая. И сейчас опять Дмитрий Смольске с мячом. Браво, Дима! Ну, молодцы, в общем, вот несколько моментов таких опасных создали, вот, в частности. Ну, как-то немножко посвежее, повеселее выглядит команда всё-таки гостей. Такие моменты хорошие были. Я знаю из команды Минска некоторых игроков. У вынику перемоглось оброуство 1-1. Ничейный выник зафиксованы и у наступной сустречи. У городе на Свислочи побитый рекорд наведывания футбольных матча у опошних семи годов. Больше за тысячи глядачов глядели областное футбольное дерби у першой лизе чемпионату Беларуси, помеж Осиповичами и Бобруйской Белшиной. Соперники разошлись Амиром. 2-2. Илья Соболев, Александр Тарасов. Новины региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова